все ребята череет как принципе тут у нас все порядке немножко дров в общем все классно все заряжается ночью в этом доме ребята все в порядке пойдем-ка мы ребят забрасываться будем вечереет скоро налим так братва времечко это у нас 6 как раз посмотрите ребят огоньки то горят вторые сутки серёга надо ты же сказал типа вырубай ну я вырубать ты ждала на 100 но видно уже потусмели немножко но горят еще ребята сейчас пройдемся кругленький маленький надо было поменять не надо как как хоть и понял настолько травы ребята еще жизнь если вы сколько травы сзади посмотрите какой бутербродик сейчас пройдемся все почистим окунек смотри серёга окуньки попадается окунек наживца давай обратно полезай ну за на лиму убой так вот клёво так отлично картофон ребята ну все домки зарядили вторая ночь вторая ночь ребята шесть часов времени посмотрим что сегодня у нас будет какие у нас тело движения туда-сюда но в общем как-то так так все спокойно дождя нет ребят самое главное классно классно ужин кушаем на лима с картошкой вареной всем приятного аппетита ребята смотрите ямка наша сработала а чё ты говорил серёга насаживай больше надо я же говорю она сработает крайне донка ребята это вот угол получается наши ямы лодки стоят база за сутки не сработало сегодня вот на те за вторые сутки и вот получается поклевка ребята пожалуйста поклёвка потол Cotton крушу подметить подглядел я подхожу хорошо хорошо каждаем подожди вам посмотрим perish такие 63 не медит G36 что ты материшься к нематери а взяли ушел что ты будешь делать ушел прикинь да ты чё блин ребята хороший был да ёшкин кота и женок скорее всего хорошие ребята ушел вот что ушел оболмал крючок причем хороший крючок вот эти моих нормальные крючки серый понял понял игру ушел крючок какая-то обломаны вот дела блин хороший был хороший резко потянул на серый неси это все барахло хорошая рыба была только хитрый думаю вряд ли он же не уже потому что укололся как там крючок сломал я просто взял ушел там крючок сломался охренеть там реально дьявол был ребята в яма яма заработала вот это крайне донка на вчера вообще нифига не клевала сегодня вот она пожалуйста две поклевки и блин от ломанный крючок крючки вроде вообще отличными всегда в них уверен был ломанула может где-то что-то как-то сладенький вы ребят постоянно спрашиваете ну один гость второй гость кто такой в общем никогда ничего не рассказываешь и никто никто не приветствуется сейчас возьмем интервью у серёги ребята вообще расскажет кто он вообще есть как живет чем дышит и чем вообще как бы почему он здесь очень на самом деле я думаю тогда будет всем интересно правильно потому что ну думаю здесь не каждый окажется вот рядом со мной в этом кресле что я не совсем не поеду это в любом случае спросим у серёги почему он здесь нас нарисовался блять очень серый рассказывай колись как ты вообще туда приехал 400 верст протопал и вообще не первый раз здесь нарисовался вообще откуда вообще меня узнал и в общем во первых я изначально посмотрел youtube и заинтересовал канал дрюня коми 11 потому что они с нами соседи а так как я люблю не просто люблю обожаю рвач на налима а знаю что чем севернее там тем 0 и мы и крупнее и его больше я решил как бы с этим человеком переписаться познакомиться точно ну в контакте мы нашли нашлись друг с другом вот хотел один год приехать как говорится обстоятельства то у андрея то у меня не не срасталась второй год короче на третий год я все-таки сюда приехал приехал съездили на рыбалку природа шикарная погода ну на любителя кому-то может это холодно дождь ветер ну я еще раз повторюсь что это на любителя это не каждый на такое способен что чтобы приехать там три-четыре ночи допустим на лесную речку где те и по-русски он неудобств и согрешься ты только допустим у костра или у печки порыбачил отдохнул с человеком познакомился все отлично следующий раз я уже сюда поехал зимой 21 года опять же приехал порыбачили все душевно палатка печечка короче просто все обалденно рыбки наловили все рыбки покушали со всеми как говорится атрибутами все замечательно сейчас вот я приехал уже слав третий раз и скажу вам сколько бы я с вас не приезжал это новое впечатление это новая рыбалка новое знакомство просто путешествуйте и знакомьтесь с людьми и вот вам радость и удачи прогулочка ребята по нашей набережной две поклевки получается вот рядом яма сегодня работает но тут ничего тишина так передокинемся пройдемся серега с лампочки горят вторые сутки вообще невыключаемо все нормально видно их все четко класса видно да сегодня ребят нет такого выхода вечернего как вчера вчера вечером звенели колокольчики сегодня у нас никак сергей витальевич все четко сегодня прям вообще никак или будет позже или вообще не будет выхода видишь как попадешь вот реально видишь вчера приехали до грубо говоря от рыбачили ночью поймали поймали всем штучек поймали как будто бы на нем гулял а сегодня посидели никак чё поймали нет ни одного не клюет и вот и думай попадешь ты не попадешь под налима ребята опять кормили кормят вот как у кормилица я тебе о чем не говорю серёга яму если заполонит вот такой будет каприз вот килограмм листа листа по заказывал какой хочешь сиреневый бархатный вот ребята яму все листом забил не знаю будем доставать налима здесь он просто это было на крючке это было на крючке все забила вишен уже черный под водой уже ну вот ребятки дровишки в избушку оба наша дровишки в избушку протопим пятерку серый наколе пожалуйста на нон на мельче на мельче к пожалуйста поля скотопиться ну ну вон он очень хватит все сергей видалевич давай нормально покрупнее ребята покрупнее чтобы ночью просто не заморачиваться все равно получше идут ну все брата хата у нас готова фига ребят запорошена смотрите вот знаете как будто снегом это ли стоит это вот так падала и все катилась и смотрите вот так вся юбка решили ребята мы сергея виталича супчиком похавать ну жиденького за два дня это точно нужно картошка тушенка и бич пакета вот такой суп и будет хочу нормально суп погнали привез такую чё картоха чистенькую или как она называется но очень чистка очень чистка да нормально штука замечательно штука прям вообще в миллиметр смотри сами чуть чуть рассказывать сам же видишь вижу вижу да значит прикольно я просто нажму постана чищу вот интерес каждом свое я вот такой штука чищен вот этот суп не надо помидор добраться вот так и дежурим тайге и готовим что-нибудь себе вкусненького линьку добавим зажарочка ребята много лука много морковки будет супец такой луково-морковный хочу не да я думаю да и более все свое все домашние шикарно красота пошел картофан ребята картофан на костерке супчик вообще в общем на костерке лучок ребята зажарился пошел тушничок набор но но ну все ребята такой быстренький супчик у нас готов и виталий снимает с плиты это листов все ребятки быстрый картошка морковка лук и много-много-много мяса сегодня у нас будет на позже пожалуйста все люби смотри какая штука картофан как в самых лучших домах лондона и парижа сейчас еще майонезе к закинем ребятки ключевой момент серый зачетно мы не болеем от коронавируса ребята вам тоже об этом говорим кушаем перец пьем немножко водочки ну и в общем дышим свежим воздухом на природе поэтому здоровы бодры и весенны на ребят почаще выезжайте стать на воздух сейчас такая этот скотина блин зараза приедается у нас тоже в деревне ребят это уже случай очень много в конце я не знаю я не верю я не прививался я не знаю и не буду прививаться попыток каждому свою каждый верит свои способности и каждый верит свое здоровье кому-то навязывать это а что ты меня навязываешь я сделал прививку а заболел облом ты же виноват нет пожалуйста хотите делайте прививку не хотите пейте водку кушайте перец кушайте хорошо сваренный вкусный суп и будете а забыл почаще бывайте на рыбалке на природе и здоровье бод с вами ну да ну да все без хлеба Викторыч, ты покажу, устал? Не устал, Сергей Витальевич, на лимень клюет. Ребята, добрый вечер. Как видел, не ловится, не растет кокос. 12 часов, ребята, вообще тишина у нас, глина просто полностью. Завариваем уже третью крышку. Остается такой вариант, проверить закидушки, донки, завалим спать, раз такая канитель, дыхай, да? Да? Ну, просидим до утра, а если выхода не будет, и не выспимся, и завтра будем разбитой калошей. Согласен, Сергей Витальевич. Или разбитая корыта, или разбитая... Ну, короче, по-моему, никакие. Ну, знаешь, что рыбак на все надеется и на лучшее. И сегодня, через час, через полчаса выйдет эта рыба. А ты понимаешь, ты помнишь, как старик ловил золотую рыбку-то? А, ну да-да-да, было дело. Ну, нет, подожди. Ведь поймал рыбку. Закинул, дед не вот, и доставал на его пуске, да? Нет, так я говорю, самое-то главное, по-моему, поймал рыбку-то. Золотую. А к чему это его привело-то? К чему привело-то? Тут, знаешь, сколько сейчас басней, сколько этих приколов, слышишь, на эту золотую рыбку. Бабка там его... Наняла. Да. И так далее, и тому подобное. Там столько вообще... А бабка его отымела, блядь? Да-да-да. Там столько вообще... Дед был как в лаптях, блядь, так в лаптях и остался, да. Слышишь? Ну, мы хоть хотя бы в лаптях, но при своих будем, слышишь, братан. Понимаешь? Да-да. Так что, Сергей Витальевич, эта стихия, понимаешь, ее надо покорять, ее надо изучать постоянно. И ты только поймешь все эти моменты, все эти истинные, истинные моменты, вот каждый момент истинный, когда ты будешь находиться только здесь на природе в одного, ну, вообще, ты будешь жить здесь, ну, и только ты тогда поймешь это все. Ты поймешь в дождь, поймешь в кругу, в град, в слякоть, в ветер южный, восточный, северный и так далее. Без костра, с костром. Во все ветра бывал, блядь. Я тебе говорю, только тогда ты поймешь всю эту истину. И дожди, и снега, и я круглый год на рыбалку тоже. Только тогда ты поймешь. Сергей Витальевич, блядь. Все равно, Сергей Витальевич, блядь. Все равно ты ее до конца никогда не изучишь. Не, никогда не изучишь, это природа. Я говорю, ее невозможно изучить. Ее невозможно почать. Ты можешь только, конечно, приноровиться к ней. Примерно хотя бы что-то понимать. Подстроиться. Подстроиться, но полностью ты ее не сможешь. Тем более на севере. Потому что сейчас идет дождь, через полчаса идет минус и сразу снег. И тут ты просто сразу обломаешься нахрен. А тут и любывает солнце, а потом идет жара и всякое разное. Гнус тебе поднесут так, что ты, блин, просто убежишь отсюда. Ее никак не можно изучить. Гнус, мошка, ядовита. Верно, Сергей Витальевич? Точно. Андрей Викторович. Кто-то есть. Что, статачек? Надеюсь, так достанем. Так. Так, ребята есть, Толим? На закидушечке-то. Вот, идет. Идет, да? Да у нее хороший, смотри. Нет, ну. Ага. О, смотри. Пойдет. О. Ну вот, ребятки, что. Закидушечка стрельнула. Килограмм налим. Килограмм налим, ребята. А так все что-то мимо, мимо, мимо. Ну вот, миляк вообще не работает. А бывает, ребят, яма не работает, а миляк работает. А сегодня вообще ноль. Ну, первый налим сегодня. Килограмм такой. Более-менее. Ковер, ребят, листвы. Ах, красота. Просто, ребята, находиться в тайге. Даже не по рыбалке. Вот, Серега тоже балдеет. Я не знаю, что вам сказать. Надо просто, ребята, жить. Пробовать. Просто ночевать. В лесу. Ну, тогда вообще поймете, конечно. Всю эту дежуху, весь кайф этот. Хрен знает. Нет. Необъяснимо. Я просто, может, настолько больной, что... Сейчас всякого разного наговорю. Ну, в целом. Кто на связи, ребят, тот поймет меня. А так пока проверчик. Просто, братцы, добрый вечер. Серега, добрый вечер. Добрый вечер. Всем привет. Сейчас. Так, ребят. Ну, что мы в нашей избушке. 4х4, 16 квадратов у нас в тайге, ребята. Кремечки у нас, ребята, уже поздние. Сегодня у нас налима вообще никак не идет. Ага. Надо поставить на зарядочку. Что, сейчас одному выдернули, да? Да, одному такого. 600 выдернули. Да, и все, ребята. Все, ребята. Вообще в ноль. Короче, ну что. Решили не сидеть, не мерзнуть. В кладке-то вообще по кайфу, конечно, у нас. Сейчас все. Вещи распределим. Что-то зарядочку. Что насушить. Что подсушить. Взяли суп, ребята, с собой. Кастрюльку поставили. Взяли. Взяли. Взяли тарелочки, чай. Застарили полный. В общем, Серега сейчас. Серега, как обычно, сейчас дурака разобью и спать. А завтра он будет подумать. Да, Серега? А, Андрюха, завтра готовить. Ха-ха-ха. Ну, это мы сошлись. Ну, это мы сошлись, короче. Ладно, ребят, что. Ставим. Ставим сейчас дурака, наверное. Пару партеечек. Ступчик. 100 грамм, наверное. И спать. Да, Серега? Ну да. Завтра вечером мудренее, ребята. Это точно. Ну, хорошо, хорошо в тайге живется, ребята. В принципе, не скучаем вообще никак. Второй день. Вторая ночь. И вы что, заготовили? Да, все по плану, Серега. Супчик приготовили. Чайку заварили. Рыбки подловили. Ну, рыбку подловили, да. Так, в целом, как будто у нас рыбка-то уже есть. Так что все у нас хорошо. По ведерку-то уже есть рыбка. Нормально. Все четко, ребят. Отлично. Ходи. Так, я скажу. Ходи. Ну, чё, показал же тебе, сказал? Так, я шучу. Я тебе тоже ей показал. Так, я тебе и говорю, тоже тебе вязать, Сергей Витальевич, понимаешь. мелочи только начало игры от валета видал нет короля видал нового лета где-то вот это вот это видал а вот это видал вот и все ничего не вернуть так казалось что-то там да я уже не помню кругом ребята кто знает круга подпойте под напишите вот и все мишку не хватает исполнил был по-любому чего-нибудь по красоте мы голодные ребята будем суп ночи кушать сейчас точно будут брать с собой потому что если они поселок заходят как себе домой не бояться так а тут на реку пришел к ним в гости на здрасте гость гость непорошеный а ну да мы тебя конечно съесть можем по-любому на что такое башу как говорится шансу так что лица чтобы не бежали подальше и подальше чем чем буду испытывать так волки этого хищники и мы тоже с ними жутки заиграть тем более в воде в одиночку серега знал бы прикол живу в сочи сам же знаешь тут прикол дать не надо ты здесь живешь годами как бы здесь жил первый год понятно каждый здесь всю жизнь пожил тушь как лица сам за что тебя может ожидать воды в тайге в этом году вообще конечно очень страшно очень реально небезопасно на самом деле я думаю в этом году какая-то как говорится хэ блять произойдет кого-то порву точно какого-то блин старичка или какого-нибудь там блин этого уже многие старички выходят ладно старичка а если детей порвут вот это будет очень просто девочку же у вас магазин пошла даже был за ребята случай девочка магазин пошла за шоколадкой стать и все порвали много примеров надо если не влагу уже ходят поселок как себе домой задуматься уже зло это что может не вне парали истреблять ухты красота что братва доброе утро смотрите какая погода у нас просто великолепно охренеть вчера такая хмура дождь моросила сегодня бац и солнце ребята вообще круто ну в общем что по традиции ребята завтрак 9 час утра завтрак проверки всех снастей у нас надо сказать стало больше это продольник живем в лесу ребят рыбалка сегодня возможно ребят сегодня возможно приедут у нас илюха в гости к нам на пару дней ну не знаю получится у ним получится как бы в общем возможно и приедет илюха выйдем на связь поедем туда вниз там есть связь выйдем созвонимся если да то будем встречать его поедем в деревню он на машине допрет будем забирать его из деревни из поселка с откуда поднимается в деревне в общем все как настроили полигасно погода погода вообще просто бомба блин вообще конечно это прям не знаю это прям под тебя с и 6 лет смотри ни единого облачка было просто класс просто бомба ладно это еще на слава завтрак сегодня . с клубаской медомкой и там такой насыщенный до завтра будет ездить туда ездить сюда согласен в общем ребята пока серега готовя завтрак начну я проверять вчера вообще выхода не было ребят вот погода походу менялась и нихрена что это снесло так как и обещал взял кукурузу попробую сегодня на кукурузу на день поставить все же поэффективнее думаю будет чем червь вода ребята еще походу падает еще падает вода это конечно труба мы погода конечно ребята бога дать и прямо так безобразно насажу полный крючок ради интерес ну так может то и реально попадется ребят стянул вообще этой прям за китушкой поймал и какие-то непонятки какая-то рыбка ребята подъел подъездок ребят мелки но я вот про то и говорю что вообще головник ребята прости друг ну пойдешь на нарезку сегодня мы на рыбалке отпустил бы тебя головник ребят нашелся перезарядился витали что такую красоту готовил как запеканка да типа сейчас еще сыра бы сверху вообще завтракаем ребята и поедем на проверке подходим ребят или в озеро какой сначала нас какой какой тебе удобнее сам смотри можешь с этой стороны можешь стой окуньки ребята окунечки окунечки так серёга давай так там этот наживца сейчас покидавте друзья ну что подходим по роддольнику что у нас и как получилось будем посмотреть здесь ребята у нас на червя окунь попался оставляем да не держи леску я тебе говорю еще раз не держи пустой так зачем ты его достали что кишки вырвешь у него серёга пустой давай доставай живца здорового насаживаю чего нибудь но насаживаю за спину ты побыстрее все это делай потому что здесь тоже я и держусь у нас и тащит что там насадил на нас один нормально под спинку его в аккурат как зимой немножко живая про убери о лимма и какой хороший взяли серёга взяли по красоте что тут у нас интересно было не помнишь хороший вот он ребята мусик то наш черный ямочный смотри серёга по красоте давай орудой выпускай цепляю пускай давай чего-нибудь там рыба у нас идет серёга шевелись давай быстрее делай все это рыба лодку еще разворачивает на щука сэши здоровая щука здоровая щи много ну что ты делаешь щука смотри давай с этой стороны смотри там есть попался на изях опнула понял серёга ну ли там какой головали здоровый ребята смотрите попался головой он хвостяра торчит это дуринда его хопнула сожрала мне поводок поводки то есть не я тоже сказал замены нет ну куда-то залез куда-то тащишь куда залез куда чужие ребята смотрите вы такой кадр видали когда-либо нет головой то смотри какой килограммовый на достань народ просто открой рот открой так не отрываешь аккуратно и какой головой ребята охренели дали вот она мамка табли немножко нормально в порядке пустой серый что-то насаживать на садим да и идет они как говорится о такого на кунькастой живец конечно ребята не живет окунь здоровые ну чё пока делать минут пока нету минут пока нету давай друг заявил соединение ребята за стали на головля вот она хотела содержать его чисто повезло головами ногу попался а щука такая в в районе двух половиной начала жрать в общем вот у нас на сеточке немножко и налим попался килограмма полтора на пошли пошли бонусы на ребята осень рыба жирует хотят зиме набить желудочек килограммовый головы наверное тупо в рот залез дела конечно чисто повезло опять же держалась так на рыбе просто зубами засунула себе в рот а выплюнуть дальше не смогла становились на обрыве надо ребят запас сделать немножечко хотя бы 56 мы там поставили таких что на сетке попались красноглазка крупная нарезка не работает ну немного есть много и много самый классный живец самый классный насад сейчас на вечер надо штук 56 ковырнуть хотя бы есть ребята есть малышка рвется мне рвется рвется ребята потихоньку щупаем потихоньку щупаем всем штучек нашли уже мало майских вода холодно они сидят хорошо это не летом летом бы так не получилось уже убежали вы все процесс то идет общий перед рану это уже жутки есть наверно еще пойдет хорошая рыбка ребят всякая лично нормально давай посмотрим что у нас есть вообще и сообразим нормальный хороший обед есть макароны майонез наконец есть сыр пряники у тебя чё там серёга такие вещи что-то надо горячий по-любому колбаса сало тушенка до чем макароны тогда 5 свинина с посолью и луком что-то давай макарон опять сделан моя сеть макарон есть у тебя макарон у меня вон так есть короче давай макароны тот раз сделал мне понравились чтоб сделал два раза лучше а я дровами длина ребята дровишками дрова нужны дрова нужны заправимся как раз нас лицо и бензинчику и 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 ребята погода шикарная красота просто вообще октябрь месяц и такое такое солнце блин листопад блин ребята солнышке блин очень здорово очень душевно серёга макароны приготовил а я в общем ребят немножко там сломала дерево вот и в целом как бы сухой сухая ветка была большая вот ее распилекал приготовил на ночь дров это нам на печку пойдет а в общем шиповничек ребята растет шиповник сейчас соберу сварим чаю таежного на шиповнике на костре почистим рыбку на ужин сразу приготовлю в общем ребят все все отлично сама девочка кто делал человек там в городе что за металл еще не знаешь подшипник раскатывать ну чё работяга мне нравятся такие ножи стали ну ничего лишнего и рабочий главное вот знаешь некоторые возьмут ее там банку не откроют знаешь там беру так зачем ты наносишь такой ножик ну но он должен на поясе он должен и банки скрывать и думаю и там ветки подрубить там и лесочку подрезать и вот сразу же кушать приготовить чтоб все в одном было как бы относительно я думал что так ну и как бы относительно что для охотника что для рыбака нож это прямо не знаю показатель что ли я просто к ножам так отношусь и сюда вот кто-то ко мне приезжает или в общем кто-то приходит там и если на поясе какой-то ножик я груда посмотреть как мне очень интересно в общем я думаю это как-то не знаю показывать что ли человека как то так что хороший ножичек ничего не скажу тем более сама девочки знаешь они не все плохие если вот реально прям такие самоделки которые даст фору любому хорошему там кузинскому ножу допустим этими виду у меня ребята русберовский вот даже в крови немножко пришлось на лиму операции сделать висей такая моделька ссылочка ребят в описании на нож и промокод рюня 10 процентов на всю на всю ребята продукцию ножей от русберга с кому интересно заходите заказывать она же ревина неплохие делать серёга опять сделал короче больше тушенки чем макароны короче не макароны с тушенкой тушенка с макаронами понял так и должно быть так положено мужику положено мясо положено жри так оно не положено не положено не жри мошка вышло да солнышко выглянуло и мошка сразу проснуло сегодня ночью будет холодно мне кажется ну что братцы обед готов макарошки нормально все на огонь и ушли рядом на поле к рыбачьей жены к нам пришли и когда поболтали приходите завтра жить ага хорошо сейчас идем и ушли